Одесские борцы с торговлей людьми задержали иностранку, которая хотела вывезти за границу двух девушек для работы в секс-индустрии. О схеме работы нелегальной бизнес-вумен смотрите далее. 58-летняя иностранка вербовала девушек в Одессе через интернет. Именно к ней и обратилась Виктория. Я искала работу в Одессе, но так как не могла найти ничего, услышала предложение от знакомой поехать работать за границу. Она дала мне номер женщины, гражданки Греции, и мы с ней созвонились, встретились. Она предложила высокооплачиваемую работу в Греции, в салоне, в магазине. Объяснила суть работы этого, публичный дом, 50 евро за 15 минут обещаны были. Женщина помогла Виктории и еще одной завербованной девушке оформить документы, купили билеты на самолет, но вылететь не получилось. В ходе проведенных заходов в международном аэропорту Одесса была затримана гражданка иноземной державы, 56-го года народжения, которая пыталась перетянуть государственный кордон Украины и вывезти для сексуальной эксплуатации двух граждан Украины. Сама подозреваемая в торговле людьми говорит, с этим бизнесом завязала еще в 94-м году. Потом закрыла и вообще никогда больше не имела дела с этими, потому что мало того, что они нормально не работали, они еще и обманывали. И это, и думала, чтобы я с шлюхами еще раз связалась никогда в жизни. И никогда в жизни я больше не связывалась. А тут, так как вот кризисный момент у меня был, ниоткуда доходы, абсолютно ниоткуда. Я думаю, ну вот как раз так получилось, что свело, вот так, и он говорит, а для меня вот не сможешь от девочек откуда-нибудь делать. Я говорю, и сколько, он говорит, ну я буду, ну 10% тебе отдавать. По факту торговли людьми правоохранители открыли уголовное производство по признакам части 2 ст. 149. Подозреваемый грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Александр Полуев, 7 канал.